Доброго времени суток. Итак, чем мы сейчас будем заниматься? Сейчас мы будем готовить то, что я называю маточники. Еще раз повторюсь, откуда берутся маточники. Маточники это первый посев после агара. Из агаровой среды, из пробирки, мы засеваем вот такие банки. Из этой банки засевается нулевая культура в пакет, и нулевая культура из пакета пересевается на рабочий мицель. Таким образом мы получаем первую генерацию. Когда часто делаешь одну и ту же работу множество раз, то невольно приходится искать какие-то простые решения. И вот как одной спичкой можно зажать четыре кампочки. Сейчас мы это продемонстрируем. Вот таким незамысловатым образом одной спичкой можно зажать четыре кампочки. Итак, что происходит, что находится вот тут рядом около меня. Сейчас мы показываем. Вот в этой емкости находятся банки, которые предварительно, но это не стерилизация, здесь не нужно стерилизоваться, они будут все равно в автоклаве. Но для того, чтобы было более надежно, тут лучше перебдеть, чем недобдеть. В любом случае, какое-то бактериальное загрязнение мы будем все-таки устранять предварительной варкой вот в таких вот кастрюлях этих банков. То же самое происходит и с этими крышками. После использования каждый раз вот эта крышка вынимается все фильтры, крышки тоже отвариваются, потом ставятся новые фильтры. И как это все делается, есть видео, это нужно уметь и знать. Можете посмотреть это видео. Здесь вот эти марлевые пробки, которые сюда вставляются. Там на видео хорошо видно, как это сделать. И вот этот маточник или этот мицелий на банках нам необходим для производства вот такого мицелия, то, что называется нулевая генерация. Мицелии с нулевой генерацией, они у меня обозначаются вот такими кружочками на фильтрах. Это означает, что это маточный мицелий или нулевая генерация. Это самый лучший вариант вообще мицелия. Просто технически его немножко сложно производить ввиду производства вот этих банок. Это такой довольно таки сложный технический процесс. Но мицелий растет очень ровно. Мицелий очень мощный. Здесь посмотрим, что это 14 апреля был сделан вот этот пакет. Сегодня 23 апреля. То есть с момента его засева не прошло даже 10 дней. Этот мицелий уже полностью готов к посеву. Вот так он выглядит. И вообще вот этот мицелий, который произведен первой, то есть нулевой генерацией, который выращен из банок, это самый лучший и самый мощный мицелий. Вот к чему нужно стремиться, чтобы весь мицелий был таким. Сейчас, кстати, вот тут мицелий, что видите, вот такая вот акция происходит. Мне нужно было освободить лабораторную посуду из банки и пришлось высевать все банки на мицелий. И кому-то сейчас очень повезет. Кто закажет вот эти пакеты, тот получит подарок мицелий нулевой генерации. Из такой упаковки в дальнейшем, в принципе, можно произвести 12 пакетов рабочего мицелия. Итак, вот в эти баночки, которые находятся здесь, предварительно мы их отварили кипятком. То есть тут немножко там мыльного раствора, немножко лизоформина. Они были отварены, они уже остыли. И в дальнейшем в эти банки мы будем загружать вот это зерно. О том добавлении буферного раствора можете посмотреть видео на эту тему. На этом я не буду останавливаться. Я хотел бы остановиться вот именно на составе зерна для маточного, именно для маточников, для этого мицелий, который производится в банках. Вот обратите внимание, я сейчас делаю специальный такой ход, чтобы было видно его состав и объясню его особенности. Именно вот для этих маточников я делаю вот такой комплексный, комплексный зерновой такой вот состав. Значит, здесь находится ячмень, здесь находится рапс, вот эти черное мелкое зерно. Здесь находится пшеница. Пшеница хорошее питательное вещество, и оно хорошо держит влагу. Ячмень, он имеет вот такую шелуху, у него шероховатая поверхность и при перемешивании мицелий не стирается вот с этого зерна. Позитивный такой фактор. Ну и мелкое вот это зерно рапса, понимаете, что в единице объема, если мы возьмем какое-то количество, один кубический сантиметр вот, например, большого зерна и один кубический сантиметр, естественно рапса, то получим точек роста намного больше из-за этого меленького зерна. Вот для того, чтобы мицелий более полноценно был перемешан и более быстрее колонизировал пакет, я сюда добавляю рапс. Рапс прекрасно держит влагу, на нем прекрасно зарастает мицелий. И, как вы поняли, для производства вот этих маточников я использую такой вот комплексный зерновой материал. На вопрос, в каких количествах, в каком соотношении это все делается, я вам скажу, я это делаю интуитивно, просто знаю, сколько нужно. Вот и все. Здесь нет какого-то четкого там один к двум, трем, там и так дальше. Здесь нет принципиально такого важного значения, какой-то, ну, рапса здесь не, скажем, там где-то 10 процентов, ну, а вот остальное материал, где-то пшеница там 20 процентов, остальное это ячмень. Вот такое. Но это вообще не принципиально какая-то формула, это делается как-то интуитивно, сколько нужно. В дальнейшем, как вы сами понимаете, это все будет замешиваться в емкости с этим буферным составом. Вот, зайдите, посмотрите это видео, что он из себя представляет. Там все хорошо рассказано, это обязательно. И после этого, когда он будет перемешан с буферным составом, в дальнейшем мы будем этот зерновой материал только вместе с буферным составом, иначе, если мы не добавим этого буфера, то у нас наш этот мицелий, маточник, он замокнет. Поэтому смешиваем это зерно с буферным составом, тогда заполняем вот эти банки, накрываем крышками с этими фильтрами и в дальнейшем накрываем фольгой. И после этого вот эти банки помещаются в автоклавы, заполненные и в автоклавах. Они будут уже стерилизоваться для дальнейшего инокулирования из пробирок. Из пробирок они будут инокулироваться мицелием. Таким образом мы получим мицелий маточный, из которого мы будем делать вот те пакеты нулевой генерации, которые вы видели раньше. Следите за каналом, следите за нашими новшествами, новыми уроками, подписывайтесь на канал, задавайте правильные вопросы и получайте правильные ответы. С вами был Макс Селлер.